МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кто вы? А-а-а! Охрана! Охрана! А-а-а! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Фестина Лента. Спеши медленно. О! Привет, народ! Привет! Я что, не опоздала? Как видишь, сидим, ждем. Представляете, так спешила, что аж запыхалась. Ира, а ты потом с нами сертификаты обмывать пойдешь? Слушайте, ребята, я бы с удовольствием, правда, но мне просто домой торопиться надо. Честное слово. Ну, начинается. Так сразу отбиваться от коллектива. Ира, так нельзя. Нет, ну, ребят, ну, правда, у меня просто дома ребенок один, поэтому надо торопиться лететь. Но я могу искупить вину. Я скинусь. Пойдет? День добрый, коллеги. Здравствуйте. Ну, Ирина Владимировна, вы сегодня без халата. Извините, торопилась, не успела надеть. Вы торопитесь? Да, есть дело такое. Ну, тогда с вас и начнем. Паспорт принесли? Да, да, да. Давайте. Да, вот. Угу. 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 Ну, что же, Ирина Владимировна, озерина. Ну, вот. Поздравляю вас. Теперь вы у нас сертифицированный хирург. Поздравляю. Спасибо. Поаплодируем, друзья мои. Да. Кролик, привет. Можешь говорить? Здоров. А что такое? А, слушай, я что подумал? У меня сегодня выходной выдался. Надо бы клима осмотреть. Чего это ты? Он же все-таки мой пациент. Сепчис, понимаешь, такая штука серьезная. Надо контролировать. То тебя за уши не вытащишь. То ты сам говоришь желаем. Да я же тебе объясняю. У меня это, выходной сегодня. Какие проблемы? Ну, я же тебе говорил. Климу наняли медсестру. Она говорит, у него все ништяк. Так что отдыхай. Ага. А, слушай, слушай, подожди. А у этого, у Бурова, как вообще дела? Нормально все? Потихоньку. А у этой, как ее, Оксанка, девчонка его, все нормально? Передозов не было? Слушай, скажи мне, ты что, побазарить что ли не с кем, а? Слушай, подай, подай. Мне сейчас некогда. Все, Андрюх, давай. Ну? Что это? Не понял. Вот где? Вот сумочка. Все-таки морфин украла Ого Помог бы Да я что-то задумался Где мне столько места найти Для всех твоих вещей А раньше подумать не мог? Ну я мог, но только я не думал, что у тебя столько вещей Я же всегда с котомкой хожу Бутерброд, сменное белье, все, что у меня есть Слушай, а у тебя дома там много еще осталось? Так, Игорь, если тебя пугают мои вещи, говори сразу, пока не поздно Я могу все собрать и уехать домой Ну нет, давай жить вместе Ну вообще-то тебе лучше Вообще без вещей Как это? Ну, в смысле, люблю, когда на тебе Вообще нет никаких вещей Жалко мой двухсотый сдох Придется выходные на моно кататься Сойдет, сойдет Все равно на этой неделе второстепенка будет, а не взлетка Как в прошлый раз Вот это рулез был, да? Да Мы не кидаем понты А гоняем на том, что у нас есть Да-да-да Старая хохма, ты что-нибудь новое придумал Че, пацаны, может попив еще? Ну давайте только по одной, потому что у меня зато смена Еще три пива А ты у нас что теперь теперь крутой доктор, что ли? Ну, типа того Славян, не пойму, а нафиг тебе это все? Этим, кем ты там сейчас работаешь? Медбратом? Сам ты медбрат Фельдшер ему Фельдшер? Ну вот, точно, фельдшером Это что, не айс? Врачом становится, это же геморрой Сам говорил Ну, а в семь лет я говорил, что стану космонавтом Время идет, все меняется Не, реально, Славян Че тебя так на карьеру-то расперло, а? Ну, что расперло? Ну, во-первых, мне двадцать семь лет Потом, ну, надо как-то расти, карьеру делать Потратить два года на переквалификацию, и все Да ну, бабок больше зарабатывать, а? Тачку себе хорошую куплю А во-вторых? Так что будем запускать резервы Резервы у нас только одни, кадровые Так что на время эпидемии работа... Ну, а во-вторых Прикиньте, стану я врачом То есть старшим по смене Ну, дадут мне в фельдшеры какую-нибудь Блондиночку-красоточку такую Ну, и я ей покажу, кто в доме хозяин Там, например Лена, ну-ка, шприц не подай Лена, ну-ка, подай стетоскоп Или там, Лена, раздевайся Круто? Какая Лена? Проболтался Ну, наш, термец-то наш Что за Лена-то, Славян? Давай, колись Кто такая? Ну, что? Лена Лена Слушай, дайте выпьем уже, а? Давай, Лена Туль, ну, что? Как настроение у тебя? В смысле? Ну, ты завтра на дежурство идешь Ну, ты там поаккуратней, ладно? Хорошо А знаешь что? Вот ты можешь прям вот взять И не нервничать на работе Вот просто взять и не нервничать Ну, ты же знаешь, что все это у тебя из-за стрессов Ну? Оля Ну? Хватит уже А может, мы завтра после дежурства Сходим с тобой на консультацию, а? Оля, ты слишком на меня давишь Слушай А знаешь что? А давай ты возьмешь отпуск А? Отпуск? Да А что? Дома посидишь Отдохнешь Сил наберешься Может съедем с тобой куда-нибудь, а? Давай Оля, я зав отделением Кто меня просто так отпустит в отпуск? Туль, пожалей меня, а? Ну, я же с ума схожу, когда ты на работу Каждый день уходишь И я понимаю, что там с тобой может случиться Все что угодно Ну, Туль Хорошо, я подумаю об отпуске А во время отпуска мы с тобой сходим на консультацию Да? Ого, какие люди Поздравляю Хирург Озелина Спасибо Да, да, да Наконец-то получила сертификат Молодец Да Ну вот заехал поздравить тебя Увидеть заодно Ну, поздравил Ну, увидел И? Ну, тебе все некогда Да, некогда Может, поедем куда-нибудь, отметим все-таки, это как-то Ну? Ну Ира Ну, я уж забывать тебя стал Скучаю же, Птью У меня уже мысли разные стали приходить Не избегаешь ли ты меня? Да нет, ты что? Нет, я просто женита, правда Точно Ну, что ты ведешь себя, как полкеремневый подросток, а? Что ты? Ну, правда тебе не идет Нет, нет, нет А я тут одну историю узнала Ну, про охранника Витя и мой сотовый телефон А, ну, про телефон И что? Я так понимаю, что верный пес Витя тебе уже доложил, да? Саш, ну меня просто убивают эти твои выходки Ну, чего тебя убивают? Что тебе дорогой телефон подарили? Я же не прошу никого мне ничего дарить Это просто подарок, Ир Просто подарок Другая бы спасибо сказала на твоем месте, кстати Саш Чего? Ну, я же не другая И потом, я же ведь не содержанка, правильно, чтобы дорогие подарочки принимать Ну, я понимаю, да Ты хотела мне сделать приятное Спасибо тебе большое Ну, я тебя очень прошу Если ты не хочешь, чтобы мы окончательно рассорились Ты будешь так никогда не делая, ладно? А у меня есть выбор Вот так-то лучше Сашка, я пойду, ладно? А то у меня Антошка ждет завтра еще на сутки А потом созвонимся, хорошо? Мне надо бежать Спасибо Спасибо тебе, Саша Ты так много для меня сделал Чего я в ней нашел? Да Здрасте, Валерий Николаевич Можно? Привет, привет, Азия Валимовна Чего тебе? А я тут вот Заявление вам принесла Так-так-так Ну, значит, все Получил сертификат Да Присаживайся Спасибо Ну, ты же понимаешь, что даже в порядке перевода по кзоту Я не могу тебя сразу отпустить Только через две недели Валерий Николаевич Да, если честно, я даже не рассчитывала, что мне раньше времени отпустите Я отработаю две недели, как положено Но не днем больше Ладно Желаю тебе успехов В хирургии, Озерина У нас с тобой были разногласия Но В общем, ты врач Неплохой Да, и еще Ты уж Постарайся из хирургии не вылететь по глупости Как в прошлый раз Угу Хорошо, Валерий Николаевич Я постараюсь И Спасибо вам большое за все Да ладно Чего там До свидания До свидания Кать, Кать, подожди, подожди Привет, я тебе звоню, ты трубку не берешь Парковочное хамло, знаешь, кто такие? Катюш, ну давай без детского сада, хорошо? Эта девушка, Оксана, просто знакомая Она же у меня не голая по квартире ходила, в конце концов А может холодно было? Кать, вот я, ну я не знаю, как тебе доказать Я тебе Привет У нас с ней ничего не было Я тебе еще раз говорю, она просто знакома Ну не было так не было, хорошо, все, проехали Ну послушай, ну я тебя ничем не оскорбил Если бы ты тогда не убежала, Оксана бы тебе сама все подтвердила Я же тебе говорю, все хорошо, можно я пройду, я хочу переодеться до летучки Ну что ты злишься-то? Ну я же вижу, что ты злишься, тебе нет повода злиться на меня Разве я злюсь? Я просто иду на работу Кать, ну, слушай, со стеной, вообще, мне не торкает Может тебе просто повод нужен был, чтобы меня ошить, а? Ну признайся, так оно и есть ведь Слушай, Игорь, а твое предложение еще в силе? Предложение? Ты про съехаться, что ли? Ну конечно, а ты что, готова? Ну а почему нет? Нам с тобой хорошо Андрей, не в этом дело А в чем дело? Хорошо, может быть, я что-то не так поняла Ну замяли эту тему, ладно? Ну хорошо, замяли Ну и все А ты зачем ко мне приходила тогда? Знаешь, Игорь, мне очень хреново Не потому, что я эти наркотики украла А потому, что на врача с моей бригадой все подумают Я тебе рассказывала А он же реально ни в чем не виноват Ну если не виноват, пускай не парится Тебе легко говорить, пускай не парится А он честный Она не вовсе смотрит, как на вора Плохо мне Я же понимаю, что это все из-за меня Хотела извиниться перед тобой за все Веришь? Нет Правильно делаешь Соскучилась я просто Ну что, значит мир? Все нормально? Я тоже очень соскучился, Катюш Правда Может сегодня после работы ко мне поедем? А? Анария, давай пока повременим, хорошо? Мне просто сейчас не до этого У меня сейчас там проблемы кое-какие Ну ладно, я побегу переодеваться Ну давай Давай Увидимся Угу Валерий Николаевич Да что ж вы повадились ко мне все сегодня Ну чего тебе? Слушайте, тут такая история Вы же знаете, что у меня есть диплом врача, что я терапевт по образованию Знаю, конечно, ну и? Ну и в общем я хочу стать врачом на скорой Это реально? Ты что, это серьезно? Да Что для этого нужно? Ну если диплом у тебя уже есть, то для получения сертификата врача-скоропомощника Нужна только интернатура, это год-два Пройти ее можно прямо на скорой Слушайте, а вы можете помочь как-нибудь с этим? Отец в курсе? Это мой диплом, моя работа, почему здесь отец? Ладно, Слав, я подумаю Валерий Николаевич! Валерий Николаевич, какая-то проверка из Росздрава едет Просили встретить Так, девочки, быстро-быстро уборочку Уборочку, полы-полы, девочки О, светочей моих Привет Ты с кем сегодня? Достали, у Климольча сегодня фельдшер отпросилась Меня к нему на сутки приставили Гоняют, как перекати поле Когда же тебя погонят в мою сторону? Прямо не дождусь Лен Ленок 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 Серьезно Как ты смотришь на то, чтобы завтра после смены Вечером куда-нибудь сходить? Тебе не надоело еще? Не надоело что? Прикалываться? Я не прикалываюсь Не верю Ты знаешь, я тебя тебя расспрашивала у наших Ну? Все говорят, что ты себя мачо строишь Ложь и провокация? Лен, ну какой из меня мачо, а? А, я кажется, понял Значит, ты про меня у всех расспрашиваешь С какой целью? Что, нравлюсь? Дурак Дурак Мих, ну что, поехали, а? Так Давай Ну что, вперед, успей с ней Блин, Егор, мне страшно Три месяца с автошколы прошло Я так за рулем ни разу не сидела Ну вот, забыв, вспомнишь Давай, зажигание Первая передача И полметра вперед А я пока ворота открою Ага Так А это еще что такое у нас? Блин, Егор, я, походу, делал Заднюю включила Егор 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 Ну, вставай Егор Ну, вставай Ну, вставай Скорая Ну все, ребятки Можете меня поздравить Я последние дни с вами катаюсь Ура, блин Дождала Молодец, Иришка Поздравляю Ну, ты не забывай нас Простых смертных На своем Олимпе-то Честно, я бы с удовольствием Ну, вас же фиг забудешь, ребят Да, я тебя, конечно, тоже поздравляю Ну, у тебя как-то все быстро Я-то теперь с кем буду Да Тяжелая неказиста Жизни российского фельдшериста Ну, она уже докториста Я в интернатуру хочу Чтобы стать врачом-скорой Ну, интернатура-то, оно, дело хорошее Но для этого и диплом нужен А он у тебя разве есть? Есть Да? Терапевты мы О, как А чего ж ты до сих пор В фельдшерах сидишь? Хотя, да, кого я спрашиваю У него же нервения, нежелания Ничего нет Ну, считай, что одумался Я даже с Шариком поговорил О том, чтобы он мне помог Только я чувствую Он не горит желанием Слав, а давай я с ним поговорю, а? Он ко мне сегодня, кстати, очень добр Наверное, рад, что я наконец сваливаю Ну, да Да не, Эрка, спасибо Ну, у нас с Шариком Свои заморочки О, подождите Че у нас тут? Чувствую, мы поели И отдохнули Да, правильно чувствуешь Травмы головы Парень, 25 лет Мишань, давай на березу Валию, 15 Ну, тут убирайтесь А я за руль Да, 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 да Так Так, давай, пакет Пакет, пакет Очень приятно, что на складе лекарств у вас все в порядке Сейчас это редкость Мы стараемся Но, в остальном, тушите свет Вот Во-первых, в двух машинах скорой помощи на подстанции отсутствуют дефибрилляторы На одной реанимации отсутствуют тест-полоски для глюкометра Еще один автомобиль скорой помощи класса Б вообще неисправен Вот мы как раз сейчас этот вопрос и решаем Кроме того, есть недостатки проведения отчетной документации Неправильно заполняются формуляры медсредств и путевые листы Вот Так что будем принимать меры Составим предписание об исправлении нарушений Как говорится, не ошибается только тот, кто ничего не делает Ведь верно? Мы исправим, мы исправим в самые кратчайшие сроки Я, я гарантирую Скажите, а вот вы к нам на подстанцию так внезапно приехали Какой-то сигнал был, да? Не переживайте Конкретно под вас никто не копает У нас по всей Москве внеплановые проверки идут Да? Выборы А-а-а Ну так Как бы да? Как бы да Очень хорошо Здравствуйте Здравствуйте, Анатолий Васильевич Привет, Анатолий Васильевич А вы, говорят, в отпуск уходите, да? Говорят Подумываю отдохнуть Может быть, в конце месяца А во время отпуска на кафедре занятия будут? Я не думал пока об этом Ну что самое интересное, когда же растрезвонить успели сарафанное радио? Ну да, белохалатное Анатолий Васильевич, из приемного звонят срочно, у них травма головы Вот Не могут без меня, не могут Здравствуйте Витёк, ты чего меня искал? Александр Петрович, на секундочку Проверяющие приехали, пока тебя не было Сейчас на складе лекарства Там кипиш большой На складе лекарства? Подождем, у нас этот придурок, аспир, у нас не у кого-то воровал Он ничего не отвернулся в последний день? Да все в порядке Никто не знает, что они ищут, но все в напряге Еще разберемся У пожарной сигнализации побудет пока? А, понял Судороги прекратились, но он все еще в коме Внутричерепная гематома сдавливает мозг Где нейрохирурги? Едут, минут пять назад звонили, сказали все еще в пробке Пробке В пробке мы не можем ждать Гематома большая Если дело дошло до судорога и кома Нужно оперировать, он может не дотянуть Может томографию? Томографию, все симптомы говорят А кровоизлияние под твердую мозговую оболочку Он может не дотянуть, в случае очень тяжелой В общем, мозговые симптомы нарастают В любой момент может начаться вклинение Где нейрохирурга? Игорь, вы можете подойти и посмотреть Так, дыхание, огнете нас, что будем делать? Будем оперировать Готовьте набор для трепанации И омыться и одеваться Мы еще не закончили, но Уже твердо могу сказать, что нарушение массы Комната хранения лекарственных препаратов Не оборудована приборами регистрации параметров воздуха Мы хотели к лету ремонт сделать Не ведутся журналы Температурного режима Ни в помещении, ни в холодильнике, нигде вообще Я уже не говорю о том, что грубо нарушено правило Хранения лекарственных средств С просроченным сроком годности Как именно? Они хранятся совместно с другими лекарственными препаратами Мишенька Кто у нас еще? А еще у нас Нарушены условия хранения Светочувствительных препаратов Зачем вам специализированное помещение, если вы его не используете? Извините Зажим Отверстие накладываем В типичном месте, диаметр два сантиметра Эпидуральная гематома Опражняем Отсос Что же вы заранее не предупредили о проверке? Шипника, дядя, ведь не даром Нет, милочка моя Росздраву нужна объективная картина Объективность такова Что везде бардак И у вас Тоже В общем так Дадим вам неделю на устранение недостатков Ну а потом Будем штрафовать Лично вас Александр Петрович Как руководителя Простите Вы с Веридовым операцию делали? С Веридовым? С Веридовым, да Операция сейчас идет Им занимается бригада нейрохирургов Я, если можно так сказать Оказал первую помощь А вы простите, кто? Я его жена Скажите, как он? Как Егор? Не буду обманывать Ситуация очень непростая У него обширная Внутри же черепная гематома И мне пришлось сделать трепанацию И убрать большую часть крови Трепанация? Что это? Мне пришлось вскрыть черепную коробку Тихо, 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 тихо Присядьте Присядьте Может воды? Он выживет Трудно сказать Операция сейчас продолжается И все будет понятно После ее окончания Я, Андрей Николаевич Наивнов Полагал, что если у нас люди Получают заработную плату За свою работу То они ее выполняют Оказывается, нет Я должен контролировать работу Каждого, включая санитарок Александр Петрович Так получилось же Мы все исправим Естественно, мы все исправим Вы же не хотите на улице оказаться Правда ведь? Александр Петрович Вызывали? Да, вы вовремя Значит так У нас проблема Нам нужно срочно Из бюджета больницы Триста тысяч рублей На переоборудование Склада лекарств Сможете их изыскать? Если на следующей неделе Никаких следующих недель Вы меня не услышали, по-моему Я сказал срочно Через четыре дня Должны быть закончены работы Я не хочу подставляться Из-за того, что у нас некоторые Не хотят работать Так держать Тут он говорит Да я не брал Ей богу Он говорит Да нет Ложечки-то нашлись Осадочек остался Понимаешь? Нормальный, да, анекдот? Привет Привет Здорово Че будешь? Чай, кофе? Чай Че, вы просто отдышаться Или вас тоже с рейса сняли? Мы чаю попить А вас что, сняли? Прикинь тут Проверка Тусилова Нас забраковали И еще две машины Мол, оборудования не хватает Ого И что будете делать? Ну вот, карточки отписываем А есть желание махнуться? Нет Нет, спасибо Мы уж как-нибудь покатаемся Что за народ? Никто не хочет помогать Да, Людочка Алло Что? Хлебушка Давай Черненького Хорошо Я тебя поздравляю С тобой снова стали разговаривать Может быть, скоро никто и не вспомнит Про эту дебильную историю С наркотиками Катюш, зато я не забуду Эту дебильную историю Пускай хоть обниматься лезут Мне все равно Почему? Потому что разочаровался Если мои коллеги верят Любой тупой сплетней про меня То это отстой, а не коллеги Понимаешь? Свою сплетню В их хорошем отношении я не нуждаюсь Ну, какой анекдот Ложечки нашлись А сальчик-то остался В общем так Сегодня нам нужно обязательно установить датчики Сможем? Можем, конечно Сейчас только сигнализацию отрублю И электричество Только на всем этаже не отруби Электрик Не-не, я только здесь Серега, работай Привет Здрасте А не боитесь, что у вас лекарства попортят? Что? Ну, холодильники-то обесточили А, лекарства Мы их все временно на первый этаж перенесли На время ремонта Здесь только просрочены Простите, вы не подскажете? Извините, пожалуйста Извините, у кого я могу узнать по поводу больного? Ну, вызовите травматологов и хирургов из общей Простите, может быть, вы мне можете помочь? Что такое? Мои мужа должны были прооперировать Как я могу узнать по поводу... Фамилия Сверидов Сейчас, подождите Света Да? Помоги девушке Мой муж Сверидов, фамилия Его должны были прооперировать Я хочу узнать по поводу... Сейчас, минуточку Сверидов Сейчас посмотрим Сверидов Девушка, вы знаете, вы лучше у врачей поспрашиваете, которого вы лечили У меня такой информации нет, так что... Вы что, надо мной издеваетесь, что ли, все? Врач говорит, у вас спросить, вы у врача, что с моим мужем? Скончался, его уже в морг увезли Скончался, его уже в морг увезли Это все ты! Это все ты, тварь! Это ты, Остя, виноват! Это ты, убилка! Твовочи! Тихо... Заколова! Заколова! Это что такое? Ну, повежливее! Терпение, терпение! Минуту! Минуту! Терпение! О, Озерина! Хотел с тобой поговорить! Да! Ты две недели очень хочешь доработать, или как? Ну, если честно, я бы с удовольствием не дорабатывала Но вы же сами сказали, что... Да, но у нас проверяющие несколько машин забраковали В ближайшие дней десять две бригады минимум будут без транспорта Так что, если хочешь, можешь увольняться прямо с завтрашнего дня Ну, это было бы здорово, спасибо, Валерий Николаевич Да ладно, чего там? Смену дорабатывай, может быть, свободно, я сейчас приказ подпишу Валерий Николаевич Ну, чего еще? Я тут хотела с вами поговорить по поводу Славы Ермольна, моего фельдшера Вы же знаете, что у нас, оказывается, дипломированный врач-терапевт? Ну, допустим И вот Слава бы хотела работать врачом на скорой Валерий Николаевич Ну, помогите ему с интернатуры, а? Вот опять, вот опять, опять ты вот лезешь в чужие дела, Озерин Хотя, если честно, я рад, что он наконец решил карьерой заняться Кстати, и отец его будет рад, наверняка А вы что, знаете его отца? Вообще-то его и ты знаешь Вообще-то я его не знаю А ты что, не в курсе? Сергеев Анатолий Васильевич, хирург Крэкпырь, дерьмо У нас вызов. Очередной труб в гараже. В гараже? Как это? Да очень просто. Люди сидят в закрытом гараже с включенным двигателем и помирают от отравления выхлопными газами. То есть, вы решили отдохнуть две недельки, Анатолий Васильевич? Неожиданно. А что случилось? У вас премьера в Народном театре? В Большом. Да. Вот это ты настораживает. Может, не жижки пошаривать все-таки? Саша, лучше подпиши. Не возражаю. Отдел кадров. Слава, ну вот мы с тобой уже сутками вместе работаем, да? Ну? Ну, я не понимаю, ну что могут быть за тайны? Почему ты мне сразу не сказал, что Сергеев твой отец? Ну, а зачем? Для чего? Афишировать я это не хотел. Отношения у меня с ним никакие. Я даже взял девичью фамилию матери, чтобы меня с отцом никто не ассоциировал. А твоя мать, она жива? Нет. Так это она... Так это она тогда, да, погибла во время операции? Ася Сталия, Анатолий Васильевич, остановка сердца. Я же говорил, перекрутили сосуды. Открытый массаж сердца, трофин, быстро! Короче, после этого мы с ним не общаемся. А ты же ведь учился на врача, но часто мне говорил, что ты не хочешь им быть. Это же ведь тоже, да, как-то с этим связано? Может быть. Не знаю. А Никитин еще тогда... Да, кстати, а вы с Никитиным знакомы? Ну, вообще-то это он мне посоветовал. Попробовать стать врачом. Понятно. Чаевничаете? Ирка, сдала? Конечно, сдала. Спасибо. Не за что. Ну что, Юр, слышали новости про тебя. Последнюю смену отработала? Последнюю. Отмучилась. Заработала пряник. А мы будем по тебе скучать. Не ври, а? Климович, ну совсем уже забрался, а? Лучше пряник съешь. Передай другому. Леночка, а пойдемте с вами свежим воздухом подышим. А то нам тут не верят. Климович, а ты про меня не забыл? Я тоже подышу. Леночка, вы у нас новенькая. Сейчас я вам про Климовича все-то и расскажу. Да, 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 да. Валерий Николаевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Закончил смену? Да. Карточки сдал? Ирка сдала. Молодец. Валерий Николаевич, я хотел вас спросить. Как вы мне все надоели сегодня, вот ей-богу. Ну давай, давай, спрашивай. Вьем. А я хотел спросить по поводу интернатуры. Вы подумали? Для меня это важно. Тебе это точно нужно? Ты столько лет отказывался. Ну, раньше отказывался, а сейчас понял, что хочу стать врачом скорой помощи. Ну смотри у меня, Слав, передумаешь четвертую. Ладно, давай готовь документы, можешь проходить интернатуру у нас на подстанции. Круто. Спасибо, дядя Валер. Ну какой я тебе дядя Валер, ну честное слово, ну что детство вспомнил? Субординация. Сознаю свою вину, меру степенью глубину и прошу меня направить, Валерий Николаевич. Ну? Ну, а Зерина сегодня последний день работает? Ну да. А я с кем буду потом? Ну, мы определимся в рабочем порядке, но в любом случае к следующему дежурству мы что-нибудь решим. Не переживай. А будет большой наглость, если я сам выберу себе напарника. Будет. Будет, Ярмолин, ты совсем обнаглел. Я уже выбрал. Абдулова. Да ты что? Ну, Лену новенькую. Ну, понятно, да. Только вы не подумайте, что, ну, что это, там, интрижки какие-то. Да что ты? Ну что ты как можно, конечно. Просто, ну да, просто хочу почувствовать себя старше. Ну, а с кем, если не с новенькой, а? Ну, конечно. Слава, Слава, вот как ты не умел бы в детстве врать, так и не научился. Ладно, подумаем. Спасибо. Подумаем и определимся. Так, где мой пряник? Дай сюда. В любом случае, к следующему дежурству что-нибудь решим. Давай, отдыхай пока. Спасибо. Игорь, привет, это я. Отрубила смену. А у нас сегодня врачиха уволилась, Ира. Я тебе про нее говорила. Игорь! Игорь, ты где? Ты дома? Игорь! Игорь, ты что? Кась, привет. Игорь, что это? Привет, Кать. Игорь, что это такое? А мы тут, типа, плюшками балуемся. Пошел. Мамочка. Игорь. Игорь,ARIN Латвец. Ира, привет. Не спрашивай, откуда все знаю. Поздравляю с уходом со скорой. Спрашивай, не спрашивай. Слава тебе это все сказал. Вы же с ним, оказывается, уже полжизни общаетесь, да? Ир, ты чего? Да ничего, меня это просто все бесит. То одно, то другое. А я вообще, когда ты мне собирался это сказать? Ну, хотя бы в этой жизни, а? Да какая разница, Ир? Слава сам меня попросил никому не говорить. Слава попросил? Бог ты мой, Слава его попросил, Саш. Я с этим парнем где-то примерно неделю в месяц, наверное, бок о бок практически живу. Ну ладно, хорошо, я хоть гадостей про Сергеева при нем никаких не наговорила. Но ты же меня мог подставить, что непонятно? Ну не подставил же. Ира, я не могу думать только про тебя. Я и так о тебе очень много думаю. Поверь, мне делают для тебя, насколько я помню, много. И тебе хватает наглости еще орать на меня? Я спокойно, орешь ты, насколько я вижу. А, да, конечно, я поняла, да. Я же теперь тебе вообще ничего не могу говорить, да? Потому что я тебе по гробу в жизни обязана. Сначала Сашечка мне дарит дорогой телефон, потом меня Сашечка устраивает на работу. Может быть, я на Сашечку молиться должна, да? А что ты все смешиваешь-то в одно? Телефон наше личное, работа совсем другое. Это ты сейчас мне или себе пытаешься доказать? В общем так, если ты передумаешь меня брать в хирургию, тогда так и скажи. Я себе найду другое место работы. А если мне все-таки можно будет работать, извините, в твоей клинике, тогда ты вот эти вот свои барские замашки оставь, понял? Ирина, тон, сбавь. Я не твой сын, чтобы орать на меня. Деловой. Девушки отдыхают. Ну, ничего. Порвемся. А нам не впервой. Кто это, говорите? Открывайте, скорая. Только после вас. Пока, ребят. Пока. Счастливо оставаться. Толечка, послушай меня внимательно, пожалуйста. Суп на плите. Котлеты в холодильнике. Только, пожалуйста, погрей. Не ешь их холодными. Не перепутай ничего. Так, в 4 часа теннис. Знаешь что, купила тебе романчик. Очень незамысловатый. Очень легко читается. Толя, я быстро туда и обратно. На работе договорилась. Быстро-быстро буду дома. Толя, как я рада, что ты наконец-то отдохнешь. Все, зайка, пока. И я очень рад. Простите, а отдел кадров там? Да, прямо и налево. Спасибо. Тук-тук-тук. Здравствуйте. А я Ирина Озерина. Пришла оформляться. Я ваш новый врач в хирургическом отделении. Да, да, мне говорили. Присаживайтесь. Очень приятно. Спасибо. Татьяна Юрьевна, начальник отдела кадров. Очень приятно. Документики. Да, конечно. Можем оформляться. Пожалуйста. Привет. Привет. Ну, что у вас, ранили каучицы? Нет, трупешник. А вам что, ничего не передали? Нет, нам передали, что тяжкие повреждения. Про труп ничего не говорили. Да, я сторож объекта и вашим, и нашим позвонил. Делать ему больше нечего. Понятно. А где труп-то? Вон. За сугробом загорает. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok